Сегодняшняя пресс-конференция с начальником отдела военного комиссариата Русланом Хаюмовым носила скорее информационный характер. Для начала представители городских СМИ поинтересовались, сколько полевчан будет призвано в ряды вооруженных сил этой весной и куда отправят нынешних новобранцев. По количеству на военную службу, согласно с заданием военного комиссариата Семеновской области, мы должны направить 58 человек. Из них, если распределить по регионам отправки, то это получается Западный округ, Восточный округ, Южный округ и Центральный округ. То на Южный военный округ мы отправляем 6 человек, Западный округ отправляем 8 человек и остальные пополам между Восточным округом, то есть Дальний Восток и Центральным округом, это здесь по месту жительства. Рода войск? Рода войск практически те же самые, большинство отправляются в сухопутные войска, есть у нас несколько человек отправляются в воздушно-десантные войска, в морскую пехоту, в военно-морскую пехоту, в военно-воздушные силы, практически во все виды рада войск вооруженных сил. По-прежнему состояние здоровья призывников вызывает серьезные опасения у медиков. Старший врач призывной комиссии Татьяна Пырлик пояснила, что первые позиции при обследовании призывников снова и снова занимают заболевания органов пищеварения. И это не только нехватка веса, но и его переизбыток. Причем зачастую у молодых людей регистрируют ожирение третьей и даже четвертой степени. Кстати, относительно реестра заболеваний, которые дают серьезные основания для отсрочек. Он вступил в силу с 1 января, где утверждается новое положение военно-врачебной экспертизы. Там, конечно, не очень-то все поменялось по сравнению с предыдущим, но там, ну, касаемо нескольких статей, в основном это плоскостопия касается. Раньше плоскостопия второй степени с артрозом не ходили в армию, сейчас они идут с ограничениями. И гипертония, то есть гипертоническая болезнь, то он однозначно в армию не идет. Ну, и то, что сейчас все приписка и при призыве, все молодые люди, они обязательно обследуются на гепатиты ВС и ВИЧ. Ну, в основном-то это новое, а так-то в основном все старое осталось. Руслан Хаюмов также сообщил, что нынешняя призывная кампания полна сюрпризов. В первую очередь они касаются условий прохождения службы в рядах российской армии. В частности, с этого года у военнослужащих-срочников появились некоторые привилегии, а именно... Сейчас военнослужащие могут пользоваться мобильными телефонами, ходить в уводнение в гражданской одежде, имеют право на тихие часы в демное время, причем на 50 минут увеличено время отдыха в ночное время и на часы для личных потребностей предоставлено в дневное время дополнительно. Кроме этого, в воинских частях организовано питание по системе «Шведский стол». Дополнительно к этому срочникам будет выплачиваться повышенное денежное пособие от 2000 рублей в месяц. Но это еще не все нововведения. Уже этой весной каждый призывник будет отправлен на службу в армию с личной электронной картой, в которой будут указаны биометрические данные и набором предметов личной гигиены. Не обошли сегодня стороной льготы, предусмотренные законодательством для семей военнослужащих. Военнослужащих предоставляется в первую очередь вместо детских дошкольных учреждений, выплачивается супруге военнослужащего на ребенка в возрасте до 3 лет ежемесячное пособие, это порядка 10 тысяч. Ну, соответственно, единовременное пособие при рождении ребенка. Соседнего призыва государство будет оплачивать обучение подготовительным отделением вузов тем, кто прошел службу, а также они пользуются преимущественным правом для поступления в образование, в образовательное учреждение среднего и высшего профессионального образования, а по рекомендациям командира частей, вне конкурсным правом поступления при условии успешного прохождения вступительных испытаний в высшие учебные заведения. А еще полевских журналистов интересует вопрос по розыску уклонистов. На сегодняшний день в нашем городе таковых аж 30 человек. Радует лишь то, что за последние годы эта цифра не увеличивается. Есть факт уклонистов в городе Полевском и достаточно серьезная цифра для города Полевского. Мы с Ильей Геннадьевичем были на совещании в западном округе. В западном округе порядка 300 уклонистов. Первую скрипку там играет Первоуральск, к сожалению. Мы тоже там не на последних позициях. Но в процентном соотношении и качественном, и количественном гораздо больше ребят, которые идут служить в области. Несмотря на существующие проблемы, нынешний весенний призыв в Полевском пройдет без срывов. Первые новобранцы отправятся служить в армии уже 10 мая. Татьяна Усынина, Сергей Чижов. Новости нашего города.